добрый вечер я рад что я сегодня до вас добрался тоже было довольно трудно вот я немножко подумавши хочу вам сегодня сначала рассказать о том как в игре с бинарным выбором о котором я вам рассказывал устроить динамическую картину и и как увидеть и как увидеть это равновесие и после и после этого если останется время я немножко расскажу вам о парадоксе брайса такой такой будет сегодня план что касается давайте я вам напомню о том как мы как мы с вами обсуждали игру с бинарным выбором значит игра с бинарным выбором состоит в том что у вас есть стратегии чистое и живет все это на графе в общем случае так что полезность от выбора с и давайте так я напишу И, да, а и же единицы, если существует ребро, рассматриваем с вами неориентированный граф и ноль, если такого ребра не существует. И, соответственно, с выбором SI связана вероятность. И это просто вероятность того, что U от SI больше, чем U от минус SI. Которую отсюда легко вычислить. Это P меньше от епсилон минус, минус епсилон, извините, епсилон от минус SI. Вот что-то такое. И равновесие дискретного отклика в этой задаче выглядит так. Да, значит, еще, извините, одну вещь я забыл здесь. То есть сказать U от SI это ожидание. Поэтому вот лучше оставить здесь скобочки и здесь скобочки. Игрок I ожидает чего-то от соседей. J и на основании, и так, I ожидания, да, J формулируется в терминах SG. В результате этих ожиданий формируется средняя SI. А согласование состоит в том, что теперь для любого SG ожидание SG относительно SI равно тому, что получилось у SI у самого. Вот эта вот диаграмма замыкает историю с тем, как возникает самосогласование вот этих вероятностей. И тем самым, ну, картина можно себе представлять как такую замкнутую комбинацию смешанных стратегий. Ну, и дальше возникает интересная вещь. На полном графе ее просто записать. Ну, давайте, значит, скажем, P+. Это как раз это P меньше, вот Epsilon минус, минус Epsilon плюс. И средняя SI, ну, они все на полном графе будут одинаковые, будут 2P плюс минус 1, как легко понять. И если взять такой странный выбор для этих Epsilon, как E в степени минус E в степени минус X, функция Гумбеля, тогда для среднего SI, который мы бы означали через M, значит, для любого, они все равны для полного графа, получалось уравнение M равняется танг-бета-жм, которое, как мы помним, имеет несколько решений, да? 0 всегда решение. А еще одно решение, когда появляется, кто помнит? Или кто не помнит, давайте на него посмотрим, на это уравнение. Ну, да, это же биссектриса, да? Надо биссектрису сравнить вот с такой вот функцией. Если пересечения есть, для того, чтобы были пересечения, нужно, чтобы производная в нуле была больше единицы. И отсюда есть условие бета-жи больше единицы, бета-это обратная температура. И это то, что в физике называют фазовым переходом. А в теории игр это явление не вполне обычное, потому что оно говорит вам, что равновесий становится несколько. Вот при зависимости от параметров, у вас имеется несколько кандидатов на равновесие. И здесь имеется настоящий вопрос, почему одна из причин, по которым я к этому вернулся. Здесь имеется глубокий вопрос, состоящий вот в чем. Давайте я прокомментирую немножко его. Давайте представим себе, что у нас эпсилонов вот этих вот нет. Ну и пусть он, пусть у нас... Пойдемте, это я саду. На самом деле нечто, что имеет отношение к разным задачам... Значит, вопрос вот в чем. Ну, вы знаете, да, давайте я вот так отчеркну немножко. Вы знаете, что равновесие Нэша может не существовать. И если оно существует, может быть не единственным. И в этой связи интересно понять, для каких игр можно гарантировать существование такого равновесия. И такими играми являются так называемые потенциальные игры. Потенциальная игра это такая, для которой существует такая функция. Ну, в данном случае. Что у от S1, S-1, минус у от минус S1. Это все, ну, все остальные. Давайте я напишу. Все, кроме первого. О1 равняется в точности у у1. То есть эта функция наследует переворот, который произошел с индивидуальным игроком. Такую функцию легко написать. Вот для этой задачи это просто 1, 2. Сумма по И и Ж. И, как легко понять, максимум этой функции дает равновесие Нэша. В качестве упражнения я прошу вас доказать, что дилемма заключенных является потенциальной игрой. для дилеммы заключенных можно нарисовать функцию, которая будет так себя вести. Итак, если мы сотрем Epsilon, то мы знаем, что игра потенциальная, и знаем, где будет ответ. Но, правда, он неинтересный, потому что они все будут смотреть в одну сторону в этом случае. С Epsilon мы не знаем, что делать. Ну, я так понял, что вы, к сожалению, физики не изучали. К сожалению. Да, потому что на самом деле в физике есть проект на эту тему. К сожалению, да. Дело в том, что это уравнение, которое здесь было, оно было написано совсем не в теории игр. Вот это вот M равняется танк бета-жм. Это вовсе не в бинарной зашумленной игре появилось. Оно было написано в 23-24 году Кюрри и Вайсом для того, чтобы объяснить фазовый переход в магнетике. И почему здесь действительно есть интересный сюжет? Вот почему. В физике, ну, как немало вы знаете физику, вы, наверное, знаете, что в физике есть такая величина, которая называется энергия, да? Слышали о такой, да? Да. Хорошо. Система находится в основном состоянии. Это какая у нее энергия? Нынешняя или наивысшая? Нынешняя. Это очень похоже на наивысшую полезность, да? Ну, в физике мы точно знаем, что если у нас энергия имеет минимум, ну, вот абсолютно минимум, там система и находится. С потенциальной игрой полно... Вот потенциальная игра дает полную аналогию энергии. Потому что максимум, максимум потенциала, так же, как разновесие в физике, ну, правильное понимание того, что такое равновесие в физике, это минимум энергии. Здесь нельзя сказать, при всех сложностях, с которыми вы уже познакомились, трудно понять, что такое правильное равновесие в теории игр. Но, если игра потенциальна, это обеспечивает существование равновесия Нэша. И если этот минимум единственным, то оно будет и единственным тоже. Здесь мы, казалось бы, сделали невинную вещь и добавили вот эти случайные величины. Теперь никто не знает, как написать потенциал в этой зашумленной игре. В физике такая величина есть. Но вот тут я говорю, почему жалко, что вы не знаете физику. В физике такая величина называется свободной энергией. Свободная энергия учитывает, кроме энергии, еще и энтропию, то есть количество реализаций возможных. На самом деле, это уравнение, так прямо и получается. Это соревнование энтропии и энергии. Вот здесь, в этом случае, мы не знаем, что сказать о том, что здесь реализуется. Кроме того, что мы говорим, что у нас при бета-ж, то есть больше или меньше единицы, разные средние величины, то есть есть разные решения, здесь очень трудно понять, какое из них устойчиво, а какое нет и в каком смысле, потому что у нас нет потенциала, у нас нет функции в теории игр, которая объединяет их как-то и говорит нам, где мы находимся. Все время кажется, что что-то можно сделать и все-таки доказать. Да, а в физике это выглядит так. Давайте я вам нарисую просто. График соответствующий, это на самом деле знаменитая вещь. Вот при бета-ж, чего там, меньше единицы, если нарисовать энергию как функцию физики, энергию как функцию от m, то это будет вот такая вот. И вот у него будет минимум. А при бета-ж больше единицы, будет вот такая вот картинка. И вы видите, да, что произошло? Вот этот был минимум, стал максимум. А появилось два новых минимума, и система должна спонтанно решить, в каком из них она окажется. Это в физике чрезвычайно знаменитое явление называется спонтанным нарушением симметрии, и на самом деле все частицы имеют массу благодаря вот такому явлению. Хиггс, слышали такое, да? Вот механизм Хиггса, это немножко более общий случай того, что я вам сказал. А частица Хиггса, это то, что болтается вот так вот. И здесь, видите, да, если у нас есть величина, это вот я свободную энергию этого с вами вам нарисовал, то есть энергия, поправленная на энтропию. И здесь мы знаем, что вот эти вот решения, кто-то из них устойчив, а кто-то нет, по той причине, что это максимум и минимум. А в теории игр у нас, к сожалению, такого нет. И единственное, что мы можем в этой ситуации сделать, мы можем попробовать понять, каким образом описать динамическую игру, которая приведет нас хотя бы к уравнению такого рода. В динамике мы можем попробовать поизучать такую устойчивость, и там, по-видимому, есть шанс выйти на ее более детальный анализ, хотя это до сих пор не проделано. Но представляет интерес даже безотносительно этого большого вопроса, который здесь, к сожалению, так и остается. Кстати, вот перебью себя, интересно, что теоретика игровики, которые этой задачей занимались, они автоматически пишут, что это решение неустойчивым становится, но ничего при этом не добавляют. Не добавляют в каком смысле? Они прямо используют физическую терминологию в этом месте. А сейчас я вам хочу описать общий язык, который поможет мне еще одну вещь важную вам сказать о том, как работает предположение, которые в теории игр делаются. Ну и, может быть, намекнуть вам на возможно, наиболее важное понятие, которое у нас не будет времени подробно анализировать, а именно коррелированное равновесие, придуманное Ауманом. Итак, как строить динамическое описание? Давайте рассмотрим такую функцию. Это вероятность того, что в момент Т. Первый спин, то есть, первый игрок выбирает стратегию S1, ну и так далее. Какую-то, то есть, каждый из них в этот момент выбирает, имеет выбор плюс или минус. Теперь, давайте с вами подумаем, как описать эволюцию этой функции. вот что такое? Да, ну понятно, да, что если есть такая функция, любые средние определены. И локальные, и какие угодно, и для каждого, и не для каждого. и так, что определяет, как определить вот эту вот эволюцию во времени? Самое простое, что приходит в голову, это вот что. давайте будем время от времени предоставлять давайте я вот так вот скобочка это комментарий, значит, пасоновские часы напишу. Давайте дадим каждому пасоновские часы, то есть просто у каждого игрока будет бежать случайный процесс, который будет выкидывать точку на временной оси. И пусть тот, у которого эта точка выпадет раньше, получает право принять решение. Понятно, да, вот они бегут, вот бежит время для каждого из них. и вот пусть вот какой-то какой-то кто-то из них, давайте вот здесь вот, вот ему выпало, как, на основании чего он будет принимать решение. Здесь тоже есть много разных вариантов. На самом деле самый интересный вариант это тот, при котором он будет изучать историю и делать прогноз. это сверхсложная задача, которая до сих пор не решена. То, что сделано к настоящему моменту, это вот что. Давайте представим, это так называемый майопик, то есть близорукий механизм. Вот в этот момент, когда ему выпало, вот этот игрок смотрит на своих соседей. И в этот момент он принимает решение на основании того, как выглядит конфигурация соседей на этот момент. Просто вот он, у него все соседи известны, вот этот вот и у него и соседи вот этот вот там G1 и так далее. Это номера. И у них есть в этот момент какие-то стратегии. И здесь видите неожидание. Он просто буквально на них смотрит. что еще он если бы он просто на них посмотрел и принял решение, это был бы best choice. То есть наилучший выбор. соответственно его решение здесь управляется S и ну давайте вот для S и сумма по соседям. ну давайте S и от t а здесь давайте напишем t минус epsilon так чтобы понимать что это то что та конфигурация которую он застал плюс какой-то случайный фактор который как и раньше управляет его выбором. теперь когда он что так что такое эволюция да когда это что такое изменение этой функции это переворот любой такой да то есть не функция извините изменит состояние состояние меняется когда тот спин которому выпал этот выбор перевернется ну спин извините это из физики поменяется стратегия у игрока вот что мы тогда скажем мы тогда скажем раз это локальная вот его местная полезность она вот такая вот да и вы видите да что вероятность вероятность переворота это вероятность выбрать минус с и да но давайте ее обозначим у нас же общая формула записана так вот эта вероятность переворота это в точности п минус п вероятность выбрать минус с и то есть это конфигурация при которой минус с и больше чем у от с и я думаю что вы уже видите где где вот это описание где это описание найдет ну свое свое равновесие чем отличается чем отличается то что мы сейчас пишем от того что мы писали раньше 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 у нас были ожидания здесь теперь у нас те конфигурации в которых которые каждый каждый из них реально застает но если закон вот этот эпсилон тот же самый тогда функции которые будут здесь участвовать f минус то есть по минус поменьше будут те же самые что встать вот я хочу чтобы сейчас вы это это поняли вот у нас эпсилон все у нас относительно того случайного сдвига который для каждого из них существует гипотеза не изменилась как мы в равновесие считали да что он о соседях он о себе знает свой эпсилон а соседи не знают и и поскольку да и он о соседях тоже не знает поэтому он оценивал вот у нас раньше здесь были были вот вот здесь вот были средние но свое то он знал и и она 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 генерируется каким-то случайным образом но он его знает на эти он вообще не смотрит смотрит сюда и единственное что нам нужно сделать нам нужно вот вот это вот правильно написать веро это переворота как п от минус с и которые разумеется очень очень легко выражается это я вам оставлю в виде упражнения а напишу сама сейчас уравнение здесь вот и так дп ну давайте значит за счет чего меняется функция но это как его хотите назовите это функция распределения или такая многомерная функция вероятности значит какие конфигурации вот если если предположить что в этой картине как мы уже предположили способными часами в маленький момент в маленький интервал времени дт может перевернуться только один то какая конфигурация какая конфигурация придет к тому что у вас вот заданная конфигурация будет да вот этот вот и сумма по всем таки ну и и минус это все кто убывал значит значит теперь понятно да такие уравнения но физики это называется кинетическое уравнение но на самом деле смысл его понятия да вот это вот вероятность в единицу времени того что житый спин перевернется вот это вот вся процедура с полосоновскими часами это просто означает что у вас равномерно если вы там подождете какое-то время у вас более-менее равномерно будет предоставлена возможность перевернуться каждому из них для того для того чтобы решить что ему делать он смотрит на сложившиеся конфигурации соседей и с учетом случайных сдвигов принимает решение нам до до уравнения которые вот вот там было остался остался один шаг а именно нам нужно написать как выглядит средняя и 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 так теперь но дальше что называется хочется чтобы вы сами это сами это проделали при желании когда мы умножаем значит нам нужно просуммировать просуммировать по всем здесь да здесь здесь сумма по всем индексом идет единственное что здесь вот с и вот этот вот добавлен выделенный средняя средняя по которому мы считаем и несложные вычисления покажут нам но давайте я прям выпишу ответ для прям для чтобы не не заморачиваться прямо для полного графа выпишу ответ дмп дт равняется минус м минус танк в это же мы из этого уравнения ну получается очень сложно что такое что такое что такое переворот мы уже поняли да это вероятность выбрать минус с вероятность выбрать минус с мы с вами знаем что это такое да это вот это поменьше вот это она но точнее она есть поменьше складывается вероятность выбрать с это когда у больше это это меньше а значит вероятность выбрать минус это это единица минус вот это вот это поменьше вот вот и вот и все тут в этом смысле те функции которые мы использовали с вами вероятностные функции которые возникают в описании статического равновесия сами собой здесь возникают но и вы видите да что что имеется в правой части вот это м теперь это м от т это средняя ну и довольно естественно считать равновесием ситуацию когда м перестает меняться правда а когда он перестает меняться на решениях вот этого уравнения а решение этого уравнения это то что это то равновесие дискретного отклика которые мы с вами видели решает ли это проблему того какое равновесие устойчиво какое неустойчиво нет не решает мы мы этого здесь не видим потому что у нас зануляется вот это уравнение по-прежнему зависимости от того где находится бета же несколькими способами и и в теории игр нет хорошего способа решить в отличие от физики пока именно сегодня нет хорошего способа решить какой именно равновесие реализуется но сама ситуация уже очень близко некоторые люди но то ли от отчаяния то ли просто вот потому что они статистическую физику отличие от вас изучали прямо вводят вводят аналог свободной энергии говорят но очевидно что как-то как то так должно быть но как то так должно быть это означает что нам нужно вот расширить понятие потенциала которые для не зашумленной игры существует до понятия потенциала для зашумленной игры этого до хотя это это задача очень важная потому что этот эта игра с бинарным выбором она такая простенькая вроде но к ней все время к ней все время обращаются но в частности из аналоги физики а еще из-за того что в ней очень прозрачно видно видно видна природа равновесия что что я здесь имею ввиду ну давайте давайте с вами посмотрим на этот полный граф и до сих пор мы думали что равновесие это такая история в которой мы про каждого игрока знаем что это что это выбор который он который не хочет менять в общем наш совсем попросту теперь в терминах м это же очень агрегированно это это среднее у нас фиксирован только два числа сколько вверх сколько вниз и совершенно неважно кто из них вверх а кто и кто именно вверх а кто именно вниз оказывается что глобальная глобальная структура задачи то есть наличие асимметрии вверх-вниз не чувствительна к тому кто именно выбирает вверх а кто низ в этом в этом смысле то что вот к сама классификация сама классификация того что мы здесь называем равновесие не является но не отвечает тому что мы обычно хотим от равновесия ниши и давайте я здесь эта аналогия будет очень уместно давайте я упомяну как раз задачу задачу которой занимался браис пусть у нас это вот пусть у нас есть такой простенький граф есть точка а есть точка б и у нас есть какое-то четное число четное число автомобилей которые хотят переехать отсюда и пусть время пересечения ребра характеризуются до x это число машин ну и давайте мы вот такую простейшую совершенно вещь напишем ну и для любого четного числа машин вы мне сразу скажете где будет равновесие да половина поедет вверх а половина вниз почему ну почему это почему это так понятно дело в том что вы у нас для этого то есть если у нас есть верно же м машин равновесие вот считает в том что здесь поедет м пополам и здесь тоже поедет м пополам является ли это равновесием нашим буквальном смысле нет не является почему не является потому что совершенно все равно какие машины едут вверх а какие вместо нам важно нам важно только то чтобы число было равно чтобы они поделились пополам а кто именно не важно так что да а цель я я забыл сказать какая какая у них цель цель минимизировать это время цель минимизировать полное время это в этом смысле потенциальная задача где целью является целью является минимизация полного времени а продукт да значит теперь в общем случае то что называется игрой по-английски называется это такие на которых граф ж и у него на ребрах функции ж и ж и ж и ж где x и ж это нагрузка на ребро а ж и ж определяет задержку это не только для автомобилей важно еще гораздо еще гораздо более важно это для для того чтобы понимать как пакеты виду от нагрузка в узлах потом потом они идут по лентам и и вот так вот такая оптимизация оптимизация полного но в данном случае полного времени то есть минимальное время но на общем графе это игра вот вы можете представлять себе что каждый каждый пакет выбирает решение и нам и поэтому эта задача которая внешне выглядит как оптимизационная на самом деле имеет теоретика теоретика игровое содержание и ну давайте я в этом в этом месте может быть заинтригую вас скорее чем буду буду это рассказывать потому что мне кажется об этом парадоксе интересно прочесть вот так значит но давайте напишем например x 45 45 так чтобы здесь не было здесь нагрузка была такая сколько машин едет а здесь просто 45 минут ну и каждый из вас легко вот так же как мы здесь делали каждый из вас легко поймет в чем будет состоять то есть это это равновесие описанное вот оно как как еще раз значит я скажу оно не будет равновесием равновесием в нашем буквальном смысле но он приведет к какому-то осмысленному осмысленному ответу для времени которое нужно для того для времени которое нужно чтобы проехать проехать то есть как как должны распределиться иксы чтобы всем было хорошо теперь парадокс брайса состоит в общем оказывается что если вы здесь проведете дорогу со временем ноль как вы думаете это улучшит или ухудшит но здесь я просто это настолько настолько ошеломляющая вещь что я хотел вам просто о ее существовании рассказать а лучше и по-моему лучший способ это в любом википедии открыли еще лучше книжку если клянберга там есть глава об этом об этом парадоксе коротко говоря понятно да что если я так так не нарисовал они как-то распределяться опять вверх-вниз равномерно эта игра потенциально в том же смысле но потенциалом является не совсем время лучше если это добавить оказывается что вместо того чтобы ехать вот так и так они все поедут вот там и это уже будет настоящее и поскольку вы понимаете да интересно 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 здесь то что у вас из исходного положения которое строго говоря равновесием наше не являлось у вас возникнет настоящее равновесие им действительно не выгодно будет никому из них не выгодно будет отклоняться а парадокс состоит в том что ехать они будут дольше для того чтобы это проверить нужно взять такой пример это просто немножко на доске будет немножко долго просто открой откройте значит эта книжка доступна и есть только одна книжка с такими авторами которые называются нет просто краудзом маркет и вы сами увидите как как это проверяется ну вот например кто-то решил поехать вот так и он видит что ему будет хуже из-за этого и он вот и ибук и вы бы и вы увидите как каждый из них будет улучшать в кавычках для себя и это приведет к тому что полно что социальная цена вырастет то есть полное время которое потратится на на то чтобы на то чтобы пройти вот этот путь будет гораздо больше ну вы мне скажете что тут удивительного дилемма заключенных это то же самое действительно эта ситуация похожа на дилемму заключенных и в особенности потому что и то и другое потенциальная игра как я уже вам вам говорил а в потенциальной потенциальной игре я тут еще вам скажу потенциальная игра отличается тем что вы детально можете проследить как равновесие достигается потому что равновесие достигается от потенциальной игры последовательностью улучшающих выборов потенциальная игра это такая для которой существует последовательность улучшающих выборов конечно которая приводит вас к ответу и и вот видите в этом в этом месте наша наша с вами беседа в каком-то смысле замкнулась мы начали с вами с дилеммы заключенного сам с обсуждение дилеммы заключенного и экспериментального статуса и здесь столкнулись с похожим явлением если вы этим заинтересуетесь тогда вы увидите что в несколько раз построенные дороги закрывали просто в сеуле была такая прям реальная история все построили дорогу и оказалось что все стало гораздо хуже с трафиком ее просто закрыли вот это вот дикотомия между эффективностью индивидуального выбора и социальной эффективностью по моему центральный вопрос на самом деле теории игр вот и в дилемме заключенного и в парадоксе прайса проявляется очень ярко это я вам самую простую нарисовал а на самом деле есть достаточно глубокий математический анализ как-то для довольно произвольных ну для линейных функций для линейных функций задачи просто решена в ней ну ответ выглядит довольно сложно поэтому не буду вам здесь его комментировать но достаточно достаточно мне кажется того что я здесь вам сказал проследить это можно это доставит вам большое я думаю удовольствие ну так минут 30 обычно занимает теперь еще один еще один комментарий обещанный о коррелированном коррелированном равновесии ну прежде чем этот комментарий дать я вам расскажу о результатах исследования бинарного выбора который был проведен во франции исследовалось исследовалось при этом вот что во франции там раз десять или там за исследованный период раз десять или пятнадцать проходили проходили выборы типа два нет да нет то есть либо два кандидата либо либо был референдум к какому-то вопросу и исследователи которые этим занимались получили очень полную статистику того как выглядит как выглядит ответ ну раз да нет значит эта задача параметризуется этими с и да прям с и плюс плюс минус один и что было ну мы это конечно подвергали сомнению но в этой вот игре которую мы с вами описывали мы конечно предполагали что выбор осуществляется независимо потому что они независимо оценивают друг друга и в этом смысле средние средние с и не зависит от среднего соседа правда ну то есть он выбор сам ответ зависит только от этих средних но сами ну никакой связи ну вы знаете что такое корреляция да вот корреляции никакой не предполагается это основа основ в теории игр основ в том смысле что меры в смешанных стратегиях предполагаются вероятностные меры которые в смешанных стратегиях используются предполагаются независимыми это вам там митина да рассказывал он вам это говорит ну теперь я вам значит что такое корреляционная функция значит мы представим себе что и это один город ажи другой и вот пусть у нас мы с и это выбор в одном городе потом их усредим но пусть мы для конкретности считаем что в каждом городе есть один большой избиратель сжи значит и ну давайте этот пусть в нуле находится географическом f на расстоянии r от 2 на расстоянии r от 1 если бы была правильная теория если бы вот идея смешанных стратегий была бы правильно то эта корреляция была бы равна нулю просто сообщаю вам что она пропорционально логарифму f ну точнее падает как логарифм это максимум то есть хуже не было и корреляционная длина составляет 300 километров для франции вся франция ну 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 нет это 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 вы имеете это между вы имеете ввиду коэффициент корреляции а корреляционная функция я тут только хотел вам сказать что логарифм это самое медленное спадание корреляционной функции которые только вообще возможно ну есть только его из него корни не брать какие-нибудь это это означает что бинар реальный бинарный выбор который изучали поместили его единственное что поместили его вот на ну на плоскость так сказать на координатную сильнейшим образом связан ну почему связан вы тоже понимаете авторы подвели очень красивый термин для описания этой связи они сказали что существует культурное поле которое определяет это такая общность которая определяет способ голосования ну я не знаю бывали ли во франции те кто бывали знают что юг очень сильно отличается от севера это ну это во всей европе то это просто разные совсем ну совсем разные люди собственно во францию не надо ехать если у вас есть опыт россии вы хорошо себе представляете что там люди которые живут в Волгде или в Архангельске довольно сильно отличаются от людей которые живут в Краснодарском крае при том что язык язык очень близок русский очень гомогений вот но но они реагируют на жизнь по-разному и даже ценности разные теперь что это значит это значит что то мы должны в историю о бинарном выборе историю о бинарном выборе поправить на тот факт что на самом деле существует зависимость в этом выборе и и самое простое что мы можем сделать это ввести вот такое описание что такое описание автоматически будет содержать корреляцию если мы вот такую функцию напишем тогда все будут связаны со всеми как мы будем потом да и это именно то что в физике делается вот физики всегда пишут так а потом упрощают в теории игр ее фактически разбили на ну то есть де-факто то что было написано было написано что П вот это С1 Сn равняется произведению П и вот вот смешанные стратегии это это вот это ну и в этом смысле интересно что существует прямой пример причем это на очень большой статистике прямой пример того как реальный выбор ну как просто характеристики реального выбора противоречит тому что предсказывает теория игр равновесие которое учитывает корреляции такого рода придумал Ауман такой замечательной теоретикой игроки лауреат Нобелевской премии и оно называется коррелированным равновесием про него известно не очень много но те из вас кто захотят изучать теории игр дальше обязательно должны познакомиться с этим с этим понятием некоторые специалисты я кажется говорил это считают понятие коррелированного равновесия самым важным в теории игр вообще самым важным что в теории игр произошло а коррелированность вот как то как еще раз значит вам как то нужно высказать тот факт что их выбор имеет общие черты наверное это можно сделать разными способами но самый простой способ это сказать что у вас в среднем ну скажем если у одного выбор плюс у второго должен быть скорее плюс так как такие вещи проще всего проверять проверять на на вот таком произведении если они независимы это будет просто произведение произведение будет то что то что я да ну конечно давайте так значит давайте я отсюда вычитываю ну это я не написал разумеется не равно нулю то что отличает от независимых вот вот независимого выбора теперь еще давайте я вам расскажу еще одну тоже очень схематически ну совсем схематически расскажу вам где теория игр применяется точнее будет применяться потому что это еще это еще такой сюжет не до конца не до конца понятый но с которым вы на самом деле знакомы это большие оптимизационные задачи с одной задачей мы все сталкиваемся часто это яндекс такси что вот если вы владелец яндекс такси что вы оптимизируете да от чего это зависит а еще от чего от спроса да значит то есть у вас в этой задаче есть спрос который как-то распределен есть характеристики спроса и вам нужно вам нужно оптимально но если вы владелец компании яндекс такси не самый лучший пример хотя они буквально на самом деле история стоит то что они буквально заимствовали эту технологию которую впервые сделали для лондона ребята из фирмы разумное решение самарское теперь самарское вот это оптимизационная задача да вам нужно вам нужно оптимизировать время в этом случае похоже на то что здесь произошло теперь как вам подойти к решению этой задачи ну вы наверное уже сталкивались с тем что большие оптимизационные задачи со сложными со сложными со сложным описанием выгоды значит могут решаться бесконечно долго да особенно если они НП а они все НП вот эти вот так такого рода задачи что делать с НП задачей да а что такое а что такое решать приближенно лучше вот и согласитесь со мной что если вы выделите в этой задаче разумных агентов которые будут бороться за свое существование и результатом этой борьбы будет являться оптимум ну или приближение к оптимуму это будет именно то что вы реально делаете когда распараллеливаете да вот вот с термином распределенной оптимизации наверное вы знакомы да нет ну смотрите у вас есть много переменных если все переменные зависят друг от друга вы вряд ли чего добьетесь да значит вам нужно как-то как-то разложить задачу так чтобы у вас возникли куски которые слабо связаны друг с другом и тогда даже если даже если вы вообще оборвете эти связи у вас уже будет решение которое 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 может быть вас устроит вот в этом смысле теперь вот эти вот локальные сущности они в том же смысле играют в каком машине вот парадоксе брайз и у вас возникает внутри оптимизационной задачи возникает виртуальный рынок на котором то есть виртуальная экономика в которой спрос и предложения так ищут друг друга и находят друг друг и тогда оказывается что экономическая равновесия экономическая равновесия это тоже самое что теоретика игровая у вас экономическая равновесия становится описанием сущности самой задачи. И, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что другого описания, другой евристики для сложных оптимизационных задач просто не будет. Другое дело, что для того, чтобы сделать это описание содержательным, нам нужно побольше узнать о теории игр. Потому что вот из того, что я вам до сих пор рассказывал, следует, что мы не очень твердо себе представляем, какое именно равновесие мы хотим. А если его нет? А что делать? Ну, давайте вот в случае с дилеммой заключенного. Может, нам еще какой-то бонус ввести за кооперацию. Ну, для задачи, скажем, с такси, это означает, что у вас, кроме того, что согласуются, вот, нэшевски согласуются интересы таксистов и пассажиров, еще есть центральный планировщик, который им помогает. Понятно, да, что центральный планировщик может помочь им принять правильное решение. Проблема с центральным планировщиком состоит в том, что если абсолютно централизовать задачу, то это все будет все то же самое НП. А НП для динамической задачи что означает? Такси вот это очень особенное. Хорошо. Представьте себе, что вы центральный планировщик. И вот вы сейчас с этими всеми десятками тысяч машин и пассажиров пыхтите, пыхтите, пыхтите решили задачу. За это время пассажиры уехали, машины уехали и все изменилось. И все это вот фурчало-журчало и выдало вам ответ, который опоздал на два часа. Потому что задача НП и вы попали на, в этот раз вы попали на экспоненциальную ее часть. И в этом смысле вам нужна сложная оптимизационная задача. Вот эта евристика сама, она должна, во-первых, она должна по возможности отсекать экспоненциальную часть. Как это сделать? Я не уверен, что кто-нибудь знает. Для некоторых задач это известно. Кстати, не любителей статистической физики хочу огорчить. Единственным способом отличить фазу, в которой фазу НП от фазы НП, это ввести шум, так же как в теории случайных ходов, и посмотреть на фазовые переходы. Задачи. Никакого другого способа человечество не придумало. Поэтому все ответы, которые возникли в computer science, содержательно похожи на те, которые в физике были. Но вот новостью является то, что теория игр может стать, вот собственно, месседж, который я хочу вам передать такой. Теория игр может стать и станет движком оптимизационных задач в гораздо большей степени, чем она будет описывать реальный мир. Реальный мир она не описывает. И я не уверен, что в течение ближайших 100 лет возникнет теория игр, которые опишутся решения, которые принимают люди. Это слишком сложно. Слишком много контекста, слишком много вот этих корреляций, которые накладываются на задачу, типа того, что в деревне все будут голосовать одинаково, потому что они будут кроме кого-нибудь. Это слишком сложная часть. А вот эти вот агенты внутри оптимизационных задач, они проще. И в этом смысле с ними легче работать. Вопрос в том, какой протокол им дать. Кстати, вы, наверное, те из вас, кто знаком с тем, что делается в искусственном интеллекте, видят, что я буквально вам описываю пуски из учебника по искусственному интеллекту, когда у вас появляются логические агенты, так называемые логические агенты. У логических агентов есть стратегия. А интеллект состоит в том, чтобы решать задачу. Для того, чтобы решать задачу, нужен протокол. Когда этих агентов много, эти протоколы нужно согласовывать. Согласование протоколов – это и есть теория. Буквально. Есть целые разделы теории игры. Книжки про это написаны, как это все взаимодействует между собой. Поэтому одна задача, давайте я вам тоже словами расскажу, одна замечательная задача, которая прямо сводится к теории игр, это задача, так называемый assignment. Пусть у вас есть комнаты и студенты. И у студентов есть предпочтение относительно этих комнат. Решением такой задачи является ситуация, при которой имеется максимальная удовлетворенность, возможно. У каждого студента есть оценка. Но понятно, что здесь нужен какой-то компромисс, и нужен какой-то алгоритм, который вас к этому компромиссу приведет. Такой алгоритм существует. Я сейчас не об этом. Его очень просто себе представить. Так же, как просто себе представить ситуацию, при которой решение такой задачи невозможно. Оказывается, что естественное решение этой задачи можно дать в терминах аукцион. Заметьте, что у вас, у студентов есть оценка, но это никак не связано, здесь никакой цены с этим нет. В этих объектах нет общей цены. Оказывается, что вместо того, чтобы использовать, можно использовать вот эту информацию, которая здесь есть, с целью проведения аукциона, этот аукцион даст в точности решение задачи сами. Аукцион, как вы догадываетесь, это классическая теоретика игровой формы. И это, кстати, то место, единственное, может быть, место в теории игр, которое использовалось реально. Много раз. Использовалось при распределении частот, радиочастот в Америке. Ну, а с использованием идеи аукциона в виртуальном мире, каждый из вас имеет дело каждый раз, когда включает компьютер. То, что контекстная реклама, которую вы видите, сделанная ребятами из Яндекса, это сложный аукционный алгоритм, который использует аукцион второй цены. Ну, здесь пафос вот в чем, что существуют задачи, вот Брайс этот сам, задача assignment, задача его назначения, которые имеют прямую экономическую интерпретацию. Экономическую значит теоретика игровую. Теоретика игровая интерпретация существенно помогает вам продвинуться в решении задачи, ну, реально, если эта игра потенциальная. Потому что потенциальная игра, еще раз, это такая, в которой существует инкрементальное улучшение. И вы можете проследить, как вы приближаетесь к этому равновесию. А в динамике это означает вот что, что вы, ну, может быть, вы успеете сделать несколько шагов, но вы уверены, что вы делаете их в правильном направлении. Потом, когда ситуация изменилась, вы будете в каком-то другом месте делать. Ну, вот, какой-то пример, который в голову приходит, это такой, вот, пусть у вас ярую спутников, которые фотографируют Землю. И у вас есть оптимальное распределение этих спутников с точки зрения заказа. Представьте, что один спутник выгод. Как быстро перестроить эту систему? Если у вас решение пакетное, вам нужно все пересчитывать. Если решение связано с переговорами этих спутников, будут переговариваться только те, кто ближе, те, кто оптимально могут закрыть эту зону. То есть у вас выбывшие ясно будет, кто будет договариваться на эту тему. Не все договариваются, а только несколько. Ну, а в реальности достаточно, или, по крайней мере, в тех алгоритмах, которые я знаю, в реальности только парные переговоры используются. И таким образом у вас из формально-оптимизационной задачи опять получается теоретика игровая. и вот это вот и вот это на самом деле и есть по-моему, главное, что вам стоит вынести, по крайней мере, из тех фрагментов, о которых я вам бы сказал. Давайте я их как-то упорядочу. Значит, первое, а потом вернусь, потому что я сейчас говорю. Первое. Идея, сама идея равновесия наша, конечно, чрезвычайно привлекательная, очень красивая, действительно. Согласование, вот такое не требующее внешнего вмешательства согласованием интересов выглядит чрезвычайно привлекательно. Это пункт один. Пункт два состоит в том, что для многих реальных ситуаций этого равновесия просто нет. В этом месте, как чертик из табакерки, появляются смешанные стратегии. У вас появляется мера, у вас появляется вероятность и появляется возможность получить как что-то, что вы называете равновесием, и что всегда существует. В этом месте мы с вами обсуждали очень подробно несколько примеров того, что в реальности это совсем просто не работает. И все. Что предположения, которые в этой конструкции заложены, не работают на самых разных уровнях. Последний пример я вам приводил с этим французским референдумом. И в этом смысле кажется, что да, мы развиваем, имеем довольно развитую теорию. Я мог бы еще довольно много вам примеров приводить из экономики. Например, олигополии Гудно, олигополии Бертрана, Штаккельберга и много других экономических примеров, таких канонических. С ним будут все те же самые проблемы с их практическим применением, потому что они в той или иной степени наследуют вот эти базовые дефекты. Поэтому судьба теории игр как вот такого практического инструмента применительно к экономике или к решениям, которые принимают люди, до сих пор не ясна. Ну, по крайней мере, мне точно не ясна. И скорее, как мне кажется, являются гимнастикой ума, в этом смысле теория игр, понимаемая так, это скорее гимнастика ума, чем руководство к действиям. А вот то место, где по-настоящему теория игр может сработать, это ситуация типа искусственного интеллекта, когда у вас есть агенты, наделенные стратегиями. Ну, насколько они наделены разумом, это вопрос, ну, сложный. Потому что, помните, да, мы обсуждали, что с вами на первой из моих четырех лекций, из трех получившихся, что интеллект – это эволюционное приспособление к новому. Это механизм, заложенный в человеке, чтобы реагировать на новое, но довольно трудно себе представить, искусственный объект, который наделен таким искусством. Но согласование протоколов – это вполне возможно. И тем самым, дизайн игры, дизайн агентов, дизайн игры будет определять вам успешность вашего анализа. И причем это относится к любым задачам. У вас, ну, какое-то простое распознавание образов. представьте себе, что вы изучаете какие-то поведенческие паттерны. Как вы, и у вас есть вот данные, как вы их будете изучать? Наверное, вы построите модель того, как эти паттерны могут возникнуть. Ну, поведенческие, я имею в виду, в каких-то простых все-таки ситуациях. вы их опишите логической схемой. И начнете эту логическую схему накладывать на реальность. Сам успех этого наложения будет зависеть от того, насколько те протоколы, которые вы заложили в модель, отвечают существу того явления, которое вы анализируете. Ну, и последнее это то, что все современные оптимизационные задачи, которые я знаю, существенные, они все НП. И в этом смысле, ну, а даже если не НП, как линейное программирование, большая задача линейного программирования тоже не сильно отличается от НП, потому что в реальности у вас эти схемы, ну, в каком-то на каком-то большом, например, архимическом заводе, это тысячи и тысячи уравнений, учитывающих всякие потоки, там, реакции и прочее. Даже если, ну, даже если у вас есть решение, которое вы используете для планирования, оно устаревает так быстро, что вы не знаете, что с этим делать. Ну, то есть, в реальности, в реальности люди просто используют, ну, неизвестно, что, они, конечно, решение какое-то получают и им руководствуются, но об оптимальности судить в этой ситуации трудно. Если вы делаете что-то, что-то более быстро, то вам придется даже с задачей линейного программирования как-то пробовать разбивать на более-менее независимые куски, как только вы начинаете разбивать на более-менее независимые куски, вы начинаете думать о том, как согласовать интересы этих кусков. давайте я вам такой пример приведу. Вот у вас есть предприятие, у него есть, скажем, шахта, железная дорога, порт, продажа. Вот если бы вы были менеджером и вам сказали, а давайте мы для того, чтобы лучше понимать производство, сделаем независимые бизнес-единицы. Шахта, железная дорога, порт, продажа. Тогда что произойдет? Тогда каждый бизнес-единица будет максимизировать свою прибыль. Да? Ну и как вы думаете? Хорошо от этого было? А это реальная практика. Как вы, наверное, просто знаете из жизненного опыта, сложные производственные процессы, ответственность в них. Именно так по колодцам обычно и распределяется по этой логике. Здесь вам помогает теория в том смысле, что вы заранее знаете, что это проигрышная стратегия. Другое дело, что вам нужно придумать механизм, который устойчивый, сделает устойчивым сюрплез. То есть, понятно, что центральное планирование невозможно, просто потому, что вы не можете учесть деталей всех. Это значит, что вам нужно искать компромисс между инициативностью, между какой-то свободой вот этих вот единиц производственных и центральным планировщиком, который следит за общим смыслом. никакого другого языка, который, кроме теории игр, такой сложной, в которой у вас сочетаются вот эти сочетаются эти нашевские конкурентные элементы и центральные и элементы центрального планирования, никакого другого способа такие задачи решать нет. И это реальное будущее, как мне кажется, реальное будущее теории ВИП на ближайшие лет, там, не знаю, 20. И в частности, многие задачи искусственного интеллекта, описанные на стратегии, что государственные стратегии они имеют отчетливый характер. И давайте я закончу последним примером. Во всех этих документах написано, что скажем, пока мы не поймем, как работает тоже глубокое обучение, непонятно, можно ли его использовать. Вы, наверное, знаете, да, что какие-то замечательные примеры, когда из многих-многих пикселей вы тренируете нейронную сеть, которая замечательно распознает собаку и кошку. Потом вы у кошки стираете там, я не знаю, сотню пикселей или меняете их и нейронная сеть считает, что это собака. Причем взгляды это незаметно. Никакой человеческий взгляд не отличит картинку измененную. И что вы с этим будете делать? Вы будете смотреть, как формируется образ нейронной сети. Если у вас не будет очевидной картинки того, как это происходит, то вы никогда не сможете гарантировать устойчивость. Они в каком-то смысле эти нейроны, вот это громадное пространство вам тоже нужно как-то описывать, как вы садитесь на этот образ. И в этой ситуации тоже теоретика игровые соображения могут вам помочь, потому что кластеризация, сгущение вот такой образа тоже имеет теоретику игровую интерпретацию интересную. В частности в терминах гедонических идут, но это уже совсем свежий сюжет. Ну ладно, давайте я, пожалуй, на этом закончу.